Между городами-побратимами Владивостоком и китайским Даляням будут развиваться транспортно-логистические маршруты, увеличиваться туристические потоки и укрепляться инвестиционное сотрудничество. Завершилась встреча с мэром города Даляня, с руководством этого города-побратима Владивостока. Мы обсуждали возможности проведения дней Владивостока в Даляне и, соответственно, дней Даляня во Владивостоке. Обсудили возможность интенсификации, увеличения количества авиарейсов в наши города. Предложили рассмотреть возможность Даляне выступить хабом не только для северо-востока Китая, но и для стран Северо-Восточной Азии, для того, чтобы можно было через этот центр улетать из Владивостока в другие страны. Также российская сторона предложила китайским коллегам принять участие в реализации инвестиционных проектов. Мы предложили рассмотреть возможность строительства нового порта в Хасанском округе, в поселке Славянка, находящегося буквально в 65 километрах от границы от погрант-перехода Краскина-Хончунь. Мы понимаем, что это возможность для северо-восточных провинций Китая, от зелиньих и луньцян, не имеющих своего выхода от моря, обеспечивать товарами, обеспечивать их на юг Китайской Народной Республики и в страны Тераско-Хиканского региона. И пригласили коллег обсудить предметно эти проекты к нам на инвестиционно-промышленный форум, который пройдет уже в ноябре 25 числа во Владивостоке. Напомним, что в июле этого года между Приморским краем и провинцией Леонин подписан меморандум о сотрудничестве между регионами. Ярким результатом укрепления и практической работы стал прямой авиарейс, который связал Владивосток и Долянь. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.